Вы знаете, в нашей стране, к сожалению, сейчас может быть все, что угодно. Вот мы сейчас убеждаемся, что власть становится все более бандитской, идет на грубейшее нарушение Конституции и законов. Поэтому, к сожалению, это возможно. Хотя в цивилизованном обществе это недопустимо. Это недопустимо. То, что люди собрались здесь, и я с этого начала, вот именно со слов своей благодарности. Потому что, знаете, когда мы, прогрессивные социалисты, вот боремся, нам другие говорят, ну что вы все время колотитесь? Что вас все время не устраивает? А нас не устраивает. Вот нас не устраивает такой режим. И в частности, вот это доказывает и Харьков. Вот это проблема лесопарка. Нас не устраивает, что у народа забирают, что люди, криминалитет, обворовавший свою страну, своих сограждан, строят себе здесь шикарные коттеджи на глазах у всех. И считают, что все остальное быдло должно молчать и терпеть. И отдыхать возле своих придомовых мусорников. Вот нас это не устраивает. И я очень рада, что я сегодня пришла к соратникам, к людям, которых тоже это не устраивает. Это другое дело. Какие-то нюансы насчет коммунизма или социализма, НАТО или Евросоюза мы здесь решим. Это мы решим позже. Но то, что люди подняли протест гражданский за социальную справедливость, это дорогого стоит. Потому что самое для меня печальное зрелище, когда я вижу людей, не способных к борьбе. Я же очень много общаюсь с людьми. И вот когда я вижу пустые глаза, согбенную спину и слова, все равно ничего изменить нельзя. Все равно нас никто не слышит. Все равно они все одинаковые. Все. Если я это слышу, мне хочется только одно. Взять клеймо и поставить на лбу. Все. Это раб. Это уже человек, превращенный в раба. Это тот сырье, тот пластилин, из которого можно лепить все, что угодно. Потому что он не способен к борьбе. А вот это люди показали себя, что они способны к борьбе. И вы знаете, у меня очень большая надежда на Харьков. Потому что Харьков, как крупнейший интеллектуальный центр, именно научно-исследовательские институты, университетский комплекс, само производство, высокотехнологичное, которое было сконцентрировано в Харькове, здесь должно было создать ауру самых умных людей. Вот пусть на меня не обижается Херсон или Луцк, но там другая структура экономики. Там другие запросы были к рабочей силе. Там люди действительно, в силу своей подготовки они проще. А здесь должны быть умнее. И вот я думаю, если Харьков промолчит, если Харьков все это проглотит, если скажет, да ладно, тут лесопарк, ну что вы зацепились за эти деревья, с шумом, и это не нравится. Да ладно, магазин. А таких много. А ладно, там какой-то они захватили завод, ну ладно, серп и молот раскурочили, на металл порезали, ну ладно, там банкротят сейчас у нас на всех глазах, значит, завод Шевченко. Что вы прицепились? Если Харьков такое скажет, тогда на Украине нужно ставить вот такой крест. Страны нет, народа нет, будущего нет. Поэтому то, что происходит вот здесь, в лесопарке, имеет колоссальное значение. Просто колоссальное. Я желаю мужества бойцам и борцам. Безусловно, я приглашаю в наши ряды на выборах местные советы. Вот те люди, которые из вас, самые смелые, авторитетные, готовые к борьбе, я открыто говорю. Мы будем звать и по мажоритару, и в партийный список всех тех, которые могут изменить ситуацию в городе. Этот городской совет нужно разгонять. Кернесу, Добкину, места не должно быть в политике вообще, как и всей партии регионов во главе с Януковичем. Цену оранжевую мы сложили раньше, давно, вы знаете. И все, должны прийти новые люди, которые должны защитить справедливость и наш цивилизационный выбор. А выбор, конечно, очень важный. Для Харькова это жизненный выбор.